Также сегодня, 21 августа, я хочу дойти до могилы еще одного гениального человека, народного артиста Советского Союза Льва Константиновича Дурова. К сожалению, 20 августа 2015 года народного артиста Льва Константиновича Дурова не стало. Лев Дуров умер в возрасте 83 года в городской больнице, был госпитализирован в больницу с жалобами на сердце. Вскоре его состояние ухудшилось, стали образовываться тромбы в сосудах, в результате чего случился инсульт. Также вычитал, что у Льва Дурова возникли проблемы с легкими, пневмонию цепанул, пока в больнице находился. Недавно Лев Константинович попал в больницу. Врачи делали все, что могли, но этой ночью сердце остановилось. Льву Дурову было 83. Он называл себя Лефортовской шпаной, смеясь, рассказывал, как когда-то к маме стояла очередь из жалобщиков на его проделки. Но именно благодаря взрывному характеру и внутренней свободе однажды его позвали в театральную студию. И Дуров с головой ушел в это новое, пока еще, увлечение. И кем только не был Лев Дуров за свою актерскую жизнь. Среди двух сотен его ролей ударники, труда, милиционеры, лейтенант-мушкетеров, любимица героя всех мальчишек восьмидесятых, Сан Санычев, не бойся, я с тобой. А вы можете голую руку стенку пробить? Могу. Даже одним пальцем. И, конечно, роль на все времена. Опаятельный обитатель Простоквашина. Ну что, возьмете меня к себе жить? Или мне потом приведать? И неважно, как долго он находился в кадре, Дуров всегда был убедителен, самобытен и взрывоопасен. И требовал от режиссеров, все трюки буду выполнять, только сам не хотел, чтобы кто-то рисковал жизнью ради его роли. Хватит, мать! Хватит! Он признавался, что среди десятков своих фильмов особенно любил этот, по повести Валентина Распутина «Прощание с матерой», о расставании с деревней, которой суждено стать водохранилищем. Говорил, как это важно, хранить память о собственной земле. Друзья говорили, что самой страшной пыткой для Дурова могло стать лишь расставание с профессией, невозможность выходить к зрителям. Его называли и вечным двигателем, и метеором. Но главное и неизменное. Все последние годы дед. Не из-за возраста, а из-за уважения. Дед всегда жил и работал на износ. По-другому не умел. Над его шутками смеялся до слез любимый учитель Эфрос. На его розыгрыше попадался сам король жанра Юрий Никулин. А в его обаяние не могли не влюбиться миллионы. Какую бы большую или маленькую роль он не играл, какую бы актерскую байку не рассказывал, он всегда был бесконечно родным. В 2017 году на могиле Льва Дурова был установлен красивый памятник. Знаю, что над памятником работал художник Александр Рукавишников. Полностью идея создания памятника принадлежит единственной дочери Льва Дурова, дочи Екатерина Дурова, которой, к сожалению, не стало 13 декабря 2019 года. Причина смерти Екатерины Дуровой онкология умерла в возрасте 60 лет. И также вот рядом с отцом, с легендарным Львом Дуровым, захоронена дочь Екатерина Дурова. И сейчас с букетом красных роз мы с вами подойдем к памятнику и к могиле Льва Дурова. И заодно посмотрим на его необычный красивый памятник. Берегите выбранных душой тех, кто безо всяких ухищрений Дарит жизни счастье и покой, и букеты ярких настроений. Тех, кого никто не навязал, с кем не нужно никаких внушений, С кем волшебно видится финал, без преград, тревог и опасений. Разных мы встречаем на пути, в сердце всевозможное стучаться. И так сложно среди всех найти человека, с кем глаза искрятся, С кем себе совсем не нужно лгать, С кем, отбросив доводы подальше, Можно все прекрасное познать, Наслаждаться чувствами без фальши, С кем вся жизнь покажется мечтой, С кем внутри все лучшее проснется. Берегите выбранных душой, Этот дар не каждому дается. Берегите выбранных душой, Человеку надо мало, Чтоб искал и находил, Чтоб имелись для начала Друг один и враг один. Человеку надо мало, Чтоб тропинка вдаль вела, Чтоб жила на свете. Мама, Мама, Сколько нужно ей Жила, Человеку надо мало, После грома Тишину, Голубой клочок тумана, Жизнь одну, Жизнь одну и смерть одну. Утром свежую газету С человечеством родство И всего одну планету, Только землю и всего, И межзвездную дорогу, До мечту о скоростях, Это в сущности Немного, Это, в общем-то, Пустяк, Невеликая награда, Невысокий пьедестал, Человеку мало надо, Лишь бы дома кто-то ждал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот мы сегодня с вами и побывали на могиле легендарного человека, народного артиста, народного артиста Советского Союза Льва Константиновича Дурова. Наверняка многие из вас обратили внимание, что у него очень интересный памятник и наверняка у всех вас возникает вопрос, что же символизирует данная композиция. Я напомню, что я уже, по-моему, сказал в ролике, что над памятником Льву Дурову работал художник-скульптор Александр Рукавишников. Но сама идея данного памятника, она полностью принадлежит дочери Льва Дурова, дочери Екатерине, которая, к сожалению, в 2019 году умерла, я об этом тоже уже рассказал. Екатерина Дурова прокомментировала памятник так. Идея памятника пришла в голову мне. Монумент выполнен из мрамора и бронзы. На постаменте находится 12-летний мальчик в кепке и широких штанах с поднятой вверх рукой. Ребенок смотрит наверх, а внизу сидит голубь. Отец до конца жизни оставался мальчишкой, гоняющим голубей, лефортовской шпаной. Лев Дуров родился в Москве в районе Лефортовом. Там, в общем, прошло его детство. Поэтому на памятнике ему мне хотелось избежать помпезности и сделать его воздушным, легким. Думаю, отцу понравилось бы. Вот так вот прокомментировала данную композицию его дочь Екатерина, Екатерина Дурова. Я обратил внимание, что цветов нет. Ну, какие-то единичные гвоздички, розочки люди кладут, но из того, что жарко, они сохнут. Ставить некуда. Поэтому, в общем, мы от себя возложили букет роз, потому что мы его принесли. Ставить его некуда было, не стали заморачиваться. Мы с вами вспомнили этого легендарного человека. Ребята, огромное спасибо за внимание, за то, что посмотрели данный выпуск. Сегодня мы с вами побывали на могиле легендарного Лева Дурова. Возложили от всех нас букет цветов. Жду ваших комментариев. Жду ваших пожеланий. Кому еще сходить из великих людей, великих артистов. До новых встреч. Огромное спасибо за то, что ставите лайки. Огромное спасибо, что оставляете комментарии. Огромное спасибо за подписку, за донаты, которые присылаете. Все денежки идут на покупку букетов нашим любимым артистам. До новых встреч. Ютуб-канал Андрея Флора. Аминь. Аминь. Ютуб-канал Андрея Флора.